В Беларуси отмечают сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. В основном болеют дети. Болезнь может протекать легко, однако могут наблюдаться тяжелые формы течения. Об этом не понаслышке знают брестские мамы и папы. Как только у их ребенка появляется боль в горле и насморк, родители тут же бьют тревогу и отправляются к компетентным специалистам. Ведь самолечение – идея традиционная, но плохая, которая может только ухудшить состояние их ребенка. Грипп – вирусное заболевание, оно имеет сезонность, подъем заболеваемости чаще всего в ноябре, декабре, январе. В этом году он пришел значительно позже, чем в прошлом. Плюс в том, что это вакциноуправляемое заболевание, против которого можно сделать профилактическую прививку и значительно снизить риски осложнений и риски заболеть самим заболеванием. Лечения против всех штаммов гриппа, к сожалению, не существует. У нас на рынке есть несколько противовирусных препаратов. Но они, к сожалению, не дают стопроцентную гарантию, поэтому самое такое простое решение – это сделать профилактическую прививку. При появлении первых признаков заболевания лучше тактика – это будет прийти на прием к врачу, сдать анализы и получить необходимое лечение. Если в декабре месяце 2023 года эпидемиологический фон по острым респираторным инфекциям и гриппу был стабильным, то сегодня ситуация изменилась в худшую сторону. Специалисты отмечают подъем заболеваемости на Брещене. В группе риска – люди пожилого возраста и дети. Сегодня маленьких пациентов в Брестской детской поликлинике номер 3 много. Грипп атаковал мальчишек и девчонок, появились очереди. Сейчас вспышка заболеваемости, особенно по школам это прослеживается. Пик просто ужасный, вот сейчас началась новая волна. Детей просто колоссальное количество, болеют семьями, болеют вместе со взрослыми, как бы протекает не очень приятно. Симптоматика гриппа такая, начинается с острой лихорадки, это повышение температуры тела дофибрильных цифр от 39 до 40. Температура повышается резко, чаще не сопровождается никакими другими симптомами. Редко это может присоединяться к какой-то кашель и головная боль, может быть мышечные суставные боли. Все, температура течет сейчас в острый период 4-5 дней, она может быть достигать таких цифр – 39-40 градусов. Сбивается тяжело, но потом сама идет на понижение, то есть так как это вирусное заболевание, основное лечение – это сбивать температуру, сбиваются жаропонижающие, можно давать до 4 раз в сутки. Спазмолитики вместе с жаропонижающими, то есть, например, ножпа и обильное питье. От такой инфекции, как грипп, никто не застрахован, однако, чтобы болезнь протекала без озноба, головной боли, высокой температуры помогает вакцинация. Прививают сегодня малышей от гриппа вакциной Гриппол+. Эта профилактическая прививка рекомендована каждому малышу старше 6 месяцев. Родителям, которые скептически подходят к вопросам вакцинации, стоит пересмотреть свои взгляды. Если ребенок часто болеет, то, наверное, есть смысл поставить. И если в целом все неплохо, то можно лишний раз, конечно, его не мучить с этими уколами. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле, но вместе с тем многое зависит от отношения каждого человека к собственному здоровью и окружающим его людям. Выполнение элементарных профилактических мер, рекомендуемых врачами, особенно во время изменения погодных условий, позволит каждому сохранить свое здоровье.